Здравствуйте, люди добрые! Лев из Абхазии с очередным мини-репортажем. Попробуем небольшие снимать действительно ролики, чтобы больше смотрели что ли. Нахожусь в саду, который, скажем так, пригоден для установки здесь палатки и проведения здесь 1-2-3 дней на ночлег остановиться и так далее. В цитрусном совхозе это все находится в самом поселке. Вот так выглядит это место сейчас, то есть по сути это такой сад, за которым не следят, можно сказать. Трава ведь не покошена, ничего. Даже в плане установки палатки я вот как походник опытный достаточно могу сказать, что лучше палатку на нескошенную траву ставить, мягче спать потом, чем если будут колючие вот эти срезы в спину впиваться. Места здесь полно, ну так я думаю комфортно до пяти палаток. Это сад, мандарины растут, киви, есть сарайки, то есть можно использовать под какие-нибудь нужды. И небольшая банька есть такая старенькая. Вот за место под палатку 400 рублей в сутки хозяин просит. Я второй раз уже здесь снимаю, ну собственно, этот в каком-то смысле даже интерес как бы есть в том, что узнать вообще насколько это может быть востребовано. Там хурма растет. Кому? Ну кто-то приехал допустим на машине своей, палатка есть, взяли поставили, вода тут есть, электричество есть, поставили живете. Ну во всяком случае это супер эконом вариант и в любой момент взяли да поехали дальше. Ну вот так вот, чтобы не снимать. Потому что если искать номера там и так далее, все равно это будет цена естественно другая уже. А так вот если заехали в цитрусовый, поставили там на ночь, на две ночи палатку пожили, дальше поехали. Вот какие-то такие наверное варианты больше даже подходят. Пишите в комментариях, если интерес есть. Также контакты оставляю свои в описании к этому видео. Ну тут все через меня, поэтому мне пишите, если что. Такое вот местечко. До моря отсюда 900 метров. В принципе близко. Место уединенное, огороженное. Машина есть в принципе. Тут рядышком можно поставить, прям под боком, за заборчиком. Ну вот такое вот место. Готовить можно на костре. Дрова в принципе есть, есть где брать. Ну и наверное стоит предупредить, что поскольку здесь никто никогда вот так не останавливался в палатке. Возможно первым отдыхающим, так сказать, придется поучаствовать в благоустройстве некоторым. Вот. Так что, кого не пугают трудности и какие-то вот эти неудобства, наверное это предложение для них. Так, насчет воды вот собственно покажу. Здесь несколько источников. Один прямо на участке, такой вот небольшой краник. Вода питьевая, можно пить. Вот. Еще есть две колонки и еще один кран. Вот. Что касается электричества, ну соответственно удлинитель сюда тянется и все. Ну вот такое вот видео получилось. Если оно было вам полезным, интересным, ставьте палец вверх, оставляйте ваши комментарии, вопросы задавайте. Ну а с вами был Лев из Цитрусового совхоза в Абхазии. Всего вам доброго!